Магия телевидения! Сергей Григорьев и там, и здесь, в одной и той же рубашке. Привет, коллега! Доброе утро! Журналисты нашей телекомпании и теперь уже ведущие рубрики под названием «Папа может». Слушай, что за идея, откуда родилось название и вообще что там и о чем будут рассказывать? Ну, название родилось, я думаю, все понимают, откуда. Это песня известная «Папа может», «Папа может». Идея родилась, ну, откуда они появляются? Из воздуха изначально. А потом уже выясняется, да, что сам я тоже сын, который в свое время рос без отца, что есть огромное количество в нашей стране таких же детей, которые сейчас растут в семье неполной. Но этот проект все-таки он не про грустное, не про вот эту вот историю, а про какие-то, ну, концентрации, что называется, на позитиве. Давайте лучше тогда все вместе учиться чему-то классному, чему может научить только папа. Или же, вот многие писали после выхода вчера в новостях этой серии, что при чем тут пуговицы папы? Мама может научить пуговицам? Нет, здесь речь не только о каких-то таких маскулинных, мужских, там, физических вещах, как научиться бегать, бить гвозди и прочее. Здесь в целом про, не знаю, какое-то такое... Про универсальное, да? Отцовское воспитание. Ну, вот если я учу шить пуговицы с Алексеем Василевым, да, с нашим коллегой, то мы учим четко, быстро, лаконично, как отец. Вот так. Ну, грубо говоря. А не боитесь ли вы, Сергей, что после каждого выпуска придется оправдываться за ту или иную тему? Ну, если вы вот уже говорили про пуговицы, что не только мать может, но и отец сидеть рядом, что будет дальше в программе? Оправдываться не нужно, потому что мы живем в 21 веке, мы понимаем, что, по сути, и папа может готовить отлично, прекрасно, а мама может, в принципе, и гвозди забивать, но это не слишком... И мама может работать, а папа сидеть дома, например. И давай тогда скажем, что несправедливости ради даже тех, кто растут с отцами, ведь не каждый отец, да, берет в руки и начинает пришивать пуговицы, потому что многие говорят, что это бабское дело вообще, да? А по сути, если разобраться, ведь папа же может так же, как и мама, все? Папа может, да. Да, но ведь у папы... Да, мы могли бы назвать программу «Родитель номер один может» или «Родитель номер два может», но все-таки... Да, ведь у папы не только может быть сын, но и дочь. И дочь. Правильно, да, которую тоже можно научить шить пуговицы, чего бы нет. Ну, это как пример, как основа. Впереди много разных выпусков, да, этой рубрики. Чем мы займемся сегодня? Точно знаем, что у тебя есть две интересных позиции для нас. Да, я понял, что в эфир приходить просто рассказывать, хвастаться рубрикой нет смысла. Давайте просто поговорим на тему отцов чуть-чуть, немного. У меня есть небольшая игра. Вот на экране будут появляться сейчас изображения, видно же вам, да? Да. Вам нужно просто угадать, что это за отец. Это отец. Отец как он? Чей-то. Чей-то? Можно либо отца угадать, либо его сына. Ну, судя по фотографии, он взрослый, либо уже... Это старая фотография. Примерно в это время, может, чуть позже он стал отцом. Не узнаете? Нет. Давайте сразу ответ. Это принц Чарльз. А-а-а! Да. Он, между прочим, трагичная история. Он отец-одиночка для принцев Гарри и Уильяма. Есть много статей, где Гарри и Уильям рассказывают, как они с отцом общались, и как он им помог пережить много семейных травм. Вот еще есть... Здесь нужно... Вот явно вы не угадаете. Это Эльдар Рязанов. Эльдар Рязанов, похоже. Тоже из мира кино, но из зарубежного. Вот он обнимает своего известного. Сейчас мега известного своего сына. Но вот... А сын... А знаете, что мне кажется, хоть лицо у сына закрыто, почему-то мне кажется, что это Мэтью МакКонахи. Ну, допустим, это Хью Джекман следующий. Да, это Хью Джекман. И он тоже... Ну, мы бы не угадали. Тоже интересная история у них. Они тоже вдвоем росли. Вот здесь вы видите маленькую звезду и его отца. Тоже росли вдвоем без мамы. Вот этого человека постарайтесь узнать. А что стало с братом? Брат тоже вместе с ним не жил. Нет? Нет. Сережа, для нас это очень сложная игра. Музыка. Мистер Бин. Следующая картинка – это Пол МакКартни вместе со своим папой. Вот ты не видишь? Здесь видно, что похоже. Вот Пол МакКартни. Да, здесь похоже. И еще одна картинка. Еще один знаменитый. Точнее, отец-то не знаменитый, но знаменитая очень его дочь. Это очень сложная игра. Сережа, у нас таких игр не бывает вообще в принципе. Да, это не для 6-30 лет. Знаете такую фамилию Чиконе? Знакомая фамилия. Это, сейчас скажу, как зовут отца. Отца зовут Сильвио Тони Чиконе. И его дочь Луиза Чиконе. Она же Мадонна. И тоже росли вдвоем без мамы. Да, да, да. То есть он воспитывал дочь. И вот, посмотрите, как воспитал. О, ну это вы должны сходу узнать. Это наша, российская, прям скрепная. А кого он возражает? Вот этот мальчик. Кого-нибудь из них узнать? Этот мальчик станет известным, а это его отец. Что это? Кто это? Нурлан Сабуров, наш, говорит, оператор. Я удивлен. Я думал, что оператор... Это все уже... А, это правда он? Нет, это Миктор Цой. Я тоже про Цой подумала сначала. И его отец Роберт. Да, 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 да. Ну и, наконец, последнее. Нет, уже не будет? Там еще говорят, есть один. Эх, а я приготовил прям такую классную... Покажите уже. Вот, вот, вот это самые популярные люди в нашей стране. Точнее, один из них. Давайте, покажите уже последнюю, чтобы мы еще разок сказали. Мы не знаем. Давайте. Вы не знаете? Я не знаю, Вань, ты как? Я нет, не могу. Вы, наверное, не заходили никогда на сайт kremlin.ru. Там есть биография президента Владимира Путина. Он вместе со своим отцом Виктором... Да ладно? Да, да. Владимир Путин приехал к ним как-то в гости. Вот, пожалуйста. Это его мама с папой. На сайте kremlin.ru есть биография с фотографиями. Вот это поворот. Ладно. Это я к чему. Хорошо, здесь мы провалили, Вань. Я на тебя одна надежда. Это я к чему, что у этих людей есть история с отцами, где они их в трагичных условиях или в обычных растели, воспитывали. Они им благодарны, но мы не знаем при этом этих ребят, отцов, имеется в виду. В тени, в тени остающиеся. Давайте быстро. Есть 30 секунд для того, чтобы на скорость забить гвозди. Всем известная игра, 10 гвоздей и возможность каждому из нас ударить только по одному разу, чтобы этот гвоздь зашел, что называется, по шляпку. С первого раза нужно... Король Ричард вот еще в тему папа поможет. Очень рекомендую этот фильм посмотреть. Мимо Иван. С Виллом Смитом. Он как раз там воспитывает двоих дочерей. Это Сирена, Вильямс и Сестраевна. Ноль, Иван. Ты специальный? Мне с этой стороны неудобно просто. Так, Ваня, соберись и встань с той стороны, где тебе удобно. Три. Ноль. Четыре. Ноль. О, есть. Не пошло до конца. Что ж такое-то? Ноль. Что ты считаешь? Пять-ноль. Нужно последний красиво сделать. Шесть. Нормально, пойдет. Спасибо. Между прочим, Иван тоже папа и тоже будет в рубрике «Папа может». Обязательно смотрите рубрику «Каждый четверг». Каждый четверг на властях ТВК каждую пятницу в новом утре.